Всем доброго времени суток! С вами канал Телобит Видео, наша традиционная рубрика Герои Космоса. Кратко напомню, что мы уже с вами доказали существование такого мифического существа, как Кракен. Побывали в гостях у реально существовавшего Левиафана, убедились в том, что климат вполне может уничтожать целые цивилизации. И сегодня мы заглянем в гости самой большой рептилии, обитавшей на Земле за всю ее историю. Встречайте, у нас в гостях Титана Боа. Итак, Титана Боа – это вид вымерших змей, единственный в своем роде. Причем, судя по строению скелета, эта змея являлась близким ростиком удава. Собственно говоря, удав по латыни Боа и Будет, отсюда есть и название Титана Боа, то есть Титан среди удавов. Обитала эта рептилия на территории современной Колумбии. Примерно 61 или 58 миллионов лет назад ископаемые останки змеи были обнаружены в угольной шахте Блиц-местечко Серихон. Змея была обнаружена интернациональной командой ученых, возглавляемых Джонатаном Блохом – это палеонтолог из Флоридского университета, и Карлосом Харамельо – палеоботаником из Митсоновского университета тропических исследований в Панаме. Канадские и американские зоологи, проделав сравнительный анализ скелета, пришли к выводу, что змея Титана Боа могла достигать 15 метров в длину и весить более тонны. До этого самая крупная змея, сохранившаяся до нашего времени, была сетчатым питоном, который достоверно достигал 7 метров в длину. Самая же маленькая змея имеет длину всего 10 сантиметров. Это Лептотифлос Карлаев, но так как змеи хладнокровные, открытие только подтвердило то, что место обитания данного существа должно было быть более теплым, нежели предполагалось ранее. Средней годовой температурой приблизительно в 30-34 градуса по Цельсию. Теплый климат Земли во времена Титана Боа из Серихона позволял хладнокровным змеям достигать гораздо больших размеров, нежели их современным потомкам. Археологические раскопки, проводящиеся в настоящее время, подтверждают данную теорию. Однако некоторые ученые полагают, что поскольку древняя змея была огромной, она производила много метаболического тепла. А следовательно, температура окружающей среды должна была быть холоднее на 4-6 градусов Цельсия, чем нынешняя температура Земли. Иначе Титана Боа просто перегрелась бы. Но, судя по строению зубов, палеонтологи сделали вывод, что питался доисторический удав и исключительно рыбой. Эта гигантская рептилия Титана Боа могла проглотить целого крокодила. И, конечно же, без труда справлялась с добычей меньше. Представляете себе масштаб челюсти и объемы тела? При этом змея не была ядовита. Жертву или неприятеля она сдавливала своим телом с такой силой, что у бедняги не оставалось шанса выжить. Причем, после вымирания динозавров, Титана Боа была самым большим хищником на поверхности планеты в течение почти 10 миллионов лет. Представляете? А сегодня она считается крупнейшей змеей из когда-либо существовавшей на нашей планете. Для сравнения, самая длинная змея из ныне живущих, сетчатый питон, достигает около 9 метров в длину. А самая тяжелая, она конна, может весить 98 килограмм. Кстати говоря, легендарной змее Титана Боа было посвящено несколько таких вот научных проектов. Это 2011 год. Чарли Бринсон и его команда создали 10-метровую действующую механическую модель Титана Боа. И в планах команды было создание 15-метровой такой механической модели. А 22 марта 2012 года 14-метровая реконструкция скелета Титана Боа, созданная для посвященной данной змее научно-популярной программе, была представлена на Центральном вокзале Нью-Йорка. При подготовке данного ролика использовалась информация о таких новостных порталах, как в Мире Чудес и Википедии. С вами был канал Трилобит Видео, Герои Космоса, гигантский доисторический питон Титана Боа. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем привет, до новых встреч, пока!